Чуть-чуть подвинусь, и что я вижу? Пять пунктов, которые нужно сделать. Ну, если я такие же выставил настройки, которые я тебе показал, FPS-ик был бы, мне кажется, под 900 точно. Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И мы здесь собрались, чтобы повышать именно твой FPS. Всё, что нужно, это ты делай так, как я скажу. Ну что, готов? Подписочка, лайкусик, колокольчик. Начинаем! Прошлое видео было скомканное, кто-то не понял, откуда его скачивать, кто-то не понял, куда заменять, какие файлы запускать всегда, какие только один раз. Сегодня... Сева, кстати, мне помог с переводом. Спасибо тебе, дружище, огромное. Сегодня расскажу подробно, как тебе поднять FPS. Всё, что нужно, сделай по этапам, как делаю я. Заменяй файлы так, как делаю я. И, в конце концов, играй, как играю я. Сильвер Третья. Да не, шучу, пацаны. Поехали, окей. Смотрите, есть архив. Разархивировать. В конце видео я объясню, где этот архив, как его скачать и как его установить. А сейчас запускаем мы. Сайбербанана. И тут есть две папки. Конфиг. Это тот конфиг, который в конце мы уже, когда в Counter-Strike зайдём, я покажу, на что он способен. А сейчас зайдём в Boost. И тут есть пять пунктов, которые нужно сделать. Заходим в первый. Это CS GO Boost. Это значит, все программы долой. CS GO Boost. CS очка. Лети, моя родная. Запускаем её. Два раза сюда. Подтверждаем. Окей, окей. Рестор заменили. Если вдруг тебе что-то не нравится, есть CS GO нормальный. Это вернёт то, что до этого у тебя было. Окей. Следующее. Это настройки NVIDIA. Всё по этапам. По-русски тут расписано. Сева, ещё раз спасибо. Рассказал, что и куда заменять. Цифра 1. Заходим в цифра 2. Также всё заменяем. И цифра 3. Также всё заменяем. Обратите внимание, ребята. Если вдруг тоже какие-то проблемы, если что-то опять у вас не работает, либо что-то случилось, и вы меня вините в этом, нажимаешь кнопочку восстановить. Окей. Но расскажу сначала, как сюда попасть. Это правая кнопка мыши на рабочем столе и панель управления NVIDIA. И ты залетаешь туда, куда надо, чтобы заменять вот эти именно названия всяких разных файлов. Окей. Поехали следующее. Дальше идём. С этим разобрались. Оптимизация внутри Counter-Strike. Поочерёдно также окей, окей, окей заменяешь реестр нужными файлами. Если вдруг у тебя что-то снова не сработало, снова что-то не так, вот это, это бэкап. Это те файлы, которые просто нужно заменить на свои места. То есть это те стандарты, которые до этого были. Тык, тык, тык. Специально написал тык, чтобы понимал по очереди, что нужно тыкать. Окей. Поехали следующее. Автоочистка памяти. Это программка, пушка на самом деле. Я сначала не разобрался, что это такое, но она реально рабочая. Так, запускайся, моя родная. Вот. Она здесь есть. Запускается вот таким образом. И смотри, что делает. Показывает, сколько у тебя памяти, сколько свободной. Изначально нажимаешь один разочек вот сюда, после чего у тебя автоматически тут стоит, сколько памяти и куда чистится, и сколько памяти у тебя должно быть в свободном доступе и так далее. Просто оставляешь всё как есть, ничего не трогаешь. У тебя программа автоматически всё чистит. Не трогаешь, не спешишь. Просто нажимаешь вот лоп. Всё, готово. Она пусть у тебя работает. Каждый раз я её запускаю перед Counter-Strike. Но если ты её запустил с самого начала, как запустил компьютер, окей, всё, её не трогаешь, просто играешь. Следующее. Это Game Boost. Ребят, хороший. Тоже запускаешь два разика, тыкнул. Результаты поиска по вашему запросу. Я не просил ничего. Животное пластмассовое. Отстань от меня. Я видео записываю. Два раза нажимаешь на Game Boost, и всё. Она у тебя автоматически включается. Что это за программа? Это программка, которая отодвигает всё лишнее и даёт буст именно той программе, которая находится прямо сейчас у тебя на экране. То есть, если это Counter-Strike, значит, Counter-Strike в приоритете. А вместе вот с этим, это просто нереальный буст. Окей, с этим разобрались. Я рассказал все пункты подробно. Ничего сложного здесь нет. Поочерёдно тыкаешь то, что нужно и как я показал. Дальше, дружище, берём конфиг. Копировать. И в локальный диск C. Program Files. Steam. Дальше User Data. И вот тут циферки. Чтобы найти эти циферки, заходишь в профиль. Библиотека. Ну, я имею в виду Steam. Библиотека. После чего инвентарь. И вот здесь предложение обмена. И дальше, вот тут есть, кто может отправить мне предложение обмена. И видишь, тут после равно, вот после вот этого равно. Партнёр, равно. И вот эти цифры. Именно вот эти цифры находятся непосредственно здесь. Заходишь в них. И 730, local, kfg. И вставляешь сюда этот файл. У меня был файл. Я его заменяю. Окей. Готово. Теперь заходим в Counter-Strike. И проверяем, насколько взлетел FPS. Итак, мы в Counter-Strike. Всё, что нужно сделать, это нажать на консоль. Если консоль вдруг у тебя не открылась, заходишь в настройки. Игра. И вот тут есть включить консоль разработчика. Нажимаешь да. И окей. Нажимаешь эту кнопочку. И дальше EXEC. И пишешь FPS. Бау. Звук. Так, звук отключил. После чего? Смотри. Сейчас я подвинусь. Чуть-чуть. Чуть-чуть подвинусь. И что я вижу? FPS пятихатка. Неплохо. Неплохо. Да, возможно, со звуком ты сам можешь поиграться. Да, возможно, с цветом ты также можешь поиграться. Но. Сама игра у тебя уже на хорошем уровне. Не забывай, что настройки Nvidia просто у меня стандартные стоят. Но если я такие же выстрелил на настройки, которые я тебе показал, FPS был бы, мне кажется, под 900 точно. Окей, дружище. Теперь поехали расскажу, как скачать этот архив. Это делается достаточно просто. Заходишь ко мне в группу ВКонтакте. Ссылочку найдёшь в описании. После чего? Написать сообщение. Ну, ещё подпишись за мной. Чё нет-то? И восклицательный знак Boost. Маленькими русскими буквами скидываешь, и тебе даётся две ссылки. Одна это Яндекс, другая это Гугл. У меня просили так. Окей, для вас специально всё сделал. Плюс дополнительно там ещё будет несколько видосов ещё с разными FPS. Всякие параметры запуска. Это дополнительно всякие какие-то приколюхи и прочее, прочее, прочее. Сам всё найдёшь, сам разберёшься, дружище. Я знаю, ты шаришь в этом. И обязательно, дружище, обязательно, я тебя очень прошу, напиши, сколько FPS было и сколько стало, чтобы я понимал, что я действительно помог. Ну, а с тобой был Серёга, Сайбербанана. Ты красавчик, нас уже почти 21 тысяча. И, кстати, по традиции, зацени этот годный видос, а? Давай. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова